Молот при Каме в ходе подготовки к предстоящему чемпионату ВХЛ планирует провести ряд контрольных матчей и принять участие в предсезонных турнирах. Первым соперником станет Нижнетагильский спутник. С ним пермики сыграют ровно через месяц, 13 августа. Затем состоится ответная встреча на льду спутника, а после этого молотобойцы примут у себя красноярский сокол. Кроме того, наша команда в конце августа выступит на турнире памяти Тарасова-Вежевский и поборется за рубиновый кубок в Тюмени, который намечен на начало сентября. В Крымске завершилось первенство России по футболу среди юношей 1994 года рождения. В соревнованиях принимали участие 16 команд, среди них были и пермики. Как мы уже сообщали, на групповом этапе наша команда одержала только одну победу в трех матчах и вынуждена была бороться за места с 9 по 16. Здесь юные амкаровцы также две встречи проиграли и одну выиграли, заняв в итоге 14 место. Лето – горячая пора у стронгменов. Российские международные турниры самого разного масштаба идут один за другим. Довольно крупное соревнование под названием «Вятский богатырь» прошло в Кирове. Поворотся за награды в гости к местным спортсменам приехали представители нескольких других регионов, в том числе и стронгмен от Прикамья Юрий Александров. Первое упражнение было трэкбол, второе упражнение был палец фингерса, третье упражнение – перенос бочки весом 120 кг. Четвертым упражнением была эстафета, то есть это 25 метров чемоданы по 120 кг и затем три оборота по крышке. И последним финальным упражнением был колодец весом 260 кг. Хорошо стартовать Александрову не удалось. После двух упражнений он оказался далеко за чертой призеров. Однако прибавил по ходу турнира и исправил положение, выиграв бронзу. На трекпуле очень большое значение имеет собственный вес атлета. У меня он был наименьший, поэтому не так хорошо удалось. Второе упражнение тоже не заладилось, но с третьего упражнения собрался и оставшиеся три упражнения доделал на одном дыхании. Последнее упражнение решало судьбу. Пришлось очень сильно постараться, чтобы стать третьим. Времени на отдых после поездки на кировские соревнования у Юрия практически нет. Сразу после вятского богатыря он отправился на главный краевой турнир – чемпионат Пермского края в Красноишевске. О его итогах мы расскажем в следующих выпусках новостей. В Пермской футбольной семье пополнение. Начала активно развиваться пляжная разновидность этого вида спорта. Стартовал первый розыгрыш Кубка города. Дебютный турнир собрал 16 команд. В каждой группе у нас 8 команд. На сегодняшний день 2 группы по 8. То есть группа А, группа Б и еще набирается третья группа. То есть мы рассчитываем 24 команды всего. Три тайма по 12 минут мы играем чистого времени. То есть правила у нас, как и все российские, отталкиваемся от них, естественно. Футбол на песке зародился в Бразилии. Игра довольно зрелищная. Площадка невелика, поэтому забивать голы можно практически с любой точки поля. Ударов по воротам полно, голов тоже. Счет 0-0, который нередко встречается в классическом футболе, здесь практически невозможен. Законодатели мод в пляжном футболе, естественно, представители южных стран. Впрочем, и Россия на международном уровне старается не упасть в грязь лицом. К тому же этот вид спорта активно развивается во многих регионах нашей страны. Пельмяки пока в числе отстающих, но в последнее время дела идут в гору. В конце августа мы собираемся, лучшие команды повезем в Курган. Там Урал, мы там будем участвовать. То есть планы войти в тройку, в призеры. Что касается городского кубка, то здесь на первом этапе все играют по принципу каждый из каждым. Затем стартует стадия плей-офф. Имена победителей и призеров станут известны 21 августа. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.